Тема сегодняшней лекции антибиотики. Что же это такое? Это вещества, которые продуцируются микроорганизмами и избирательно подавляют рост других микробов или их уничтожают. В эту группу в последнее время включаются и полусинтетические антибиотики, которые не являются продуктами жизнедеятельности, а созданы путем видоизменения первоначальной молекулы. Микробный антагонизм впервые наблюдал великий французский исследователь Луи Пастер. Он установил, что бациллы сибирской язвы быстро погибают при совместном выращивании с гнилостными микробами. Известен факт, как замечательный русский микробиолог Илья Ильич Мечников предложил использовать молочнокислые бактерии как средство борьбы с преждевременным старением, потому что молочнокислые бактерии это антагонисты гнилостной микрофлоры кишечника. Мечников преуспел в своем эксперименте и выпивая на ночь стакан простокваши прожил 81 год. Микробный антагонист Таким образом антибиотики синтезируются микроорганизмами и извлекаются из растительных и животных тканей и подавляют рост не только бактерий, а также сперохет, мекоплазм, хламидий, рикетсий и грибов. Относительно получения антибиотиков используются три способа. Это биологический синтез, когда используется наиболее продуктивный мутант. Он выращивается в жидкой питательной среде, затем выделяется путем экстракции, а на последнем этапе определяют его активность с использованием чувствительных тест-микробов. Помимо этого метода существует комбинированный метод. Он применим для получения вышеуказанных полусинтетических препаратов. Ядро молекулы получается из нативного антибиотика методом биологического синтеза, а остальная часть методом химического синтеза. В качестве примера назовем оксоцилин. Это полусинтетический антибиотик резерва. Его применяют, когда микроб проявляет устойчивость к антибиотику пенициллину. И, наконец, синтетические антибиотики получаются методом полностью химического синтеза. В Африке была распространена сонная болезнь. Это трансмиссивная инфекция, переносчиком которой служат кровососущие мухи ЦЦ. О них пишет в своих увлекательных романах Жюль Верн. У пациента нарастает сонливость. Больной засыпает даже во время еды. Параллельно литургии наступает резкое истощение антибиотика. И больной погибает от сопутствующих болезней, от пневмонии и от острых кишечных инфекций. Первым антибиотиком, который появился на земном шаре, является антибиотик пенициллин. Первым открывателем пенициллина является английский врач Флеминг. В 1928 году он обратил внимание на отсутствие роста стафилококка вокруг колонии зеленой плесени гриба пенициллина. В 1940 году английские исследователи Флори и Чейн получили стабильную форму пенициллина в виде соли. А в 1944 году американский исследователь Ваксман получил стрептомицин. Свой штамм пенициллина в годы Великой Отечественной войны в Советском Союзе получила Зинаида Ермульева. Она работала в трудные годы Великой Отечественной войны. Здание института, где работала Ермульева, не отапливалось, и зеленая плесень покрывала полуподвальное помещение. Именно вот эта зеленая плесень и послужила продуцентом ценнейшего в то время пенициллина. Классификация антибиотиков. Существуют различные классификации. Начнем с классификации по происхождению. Антибиотики, выделенные из актина мицетов. Их более 500 видов, но используется только несколько десятков. Наиболее употребительны эритромицин, стрептомицин, тетрациклин. Благодаря стрептомицину дети послевоенных лет были изучены от туберкулезного менингита. Антибиотики, полученные из грибов, это пенициллин и современные антибиотики цифалоспорины. В историческом плане имеют значение бактерии антибиотики, полученные из бактерий. Это грамицидин, полученный из почвенных бактерий, полимиксин, продигиозин, выделенный из чудесной палочки. Есть также антибиотики, выделенные из растений. Они содержатся в луке, чесноке, зверобои, свеже срезанной черемухе. По химической природе это летучие эфирные масла. Синтезировать их очень сложно. Если ежедневно принимать по одному-два зубчика чеснока, то можно уберечься от заболевания гриппом в эпидемический период. Тот же чеснок эффективен для профилактики коронавирусной инфекции. И, наконец, есть антибиотики, выделенные из ткани животных. Это лизоцим, содержится в слезной жидкости. Это экмалин, полученный из ткани рыб. И, наконец, интерферон. Это антибиотик широкого антивирусного действия. По механизму антимикробного действия выделяют антибиотики, нарушающие синтез пептида гликана. Это пенициллин. Он всасывается на 95% и мало влияет на микрофлору кишечника. Есть антибиотики, нарушающие синтез белка на уровне рибосом. Антибиотики тетрациклинового ряда – это юнидокс, сулютап. Есть макролиды, например, азитромицин. Они обладают низкой токсичностью и широким спектром действия. Есть препараты, которые ингибируют синтез РНК на уровне ДНК-матрицы. Это препараты, полученные из актина мицетов. Есть препараты, нарушающие целостность цитоплазматической мембраны – нестатин или варин. И, наконец, широко изученные противоупухолевые антибиотики. Они подавляют синтез белка и репликацию нуклеиновой кислоты. Для того, чтобы разбираться в классификации антибиотиков по механизму действия, надо четко представлять строение бактериальной клетки. По источнику получения, как было сказано, выделяют антибиотики природные, полусинтетические и синтетические. Первые антибиотики, к которым относятся пенициллины, это, конечно же, антибиотики с бактериостатическим механизмом действия. Они прекращают или приостанавливают размножение возбудителя. Если вы пойдете в аптеку и попросите антибиотик с небольшой стоимостью, то вам как раз и предложат антибиотики бактериостатического механизма действия. Они сравнительно недороги, но принимать их нужно 4-6 раз в сутки. Если же вы захотите приобрести бактериоцитные антибиотики, которые вызывают гибель инфекционного агента, то придется заплатить на порядок больше. Эти антибиотики принимаются 1 раз в сутки. Они убивают не только патогенный микроб, но и сопутствующую микрофлору кишечника. Поэтому при применении их более 5-7 дней может наступить дисбактериоз кишечника. Как же определяется чувствительность к антибиотикам? Есть методы количественные и есть методы качественные. Одним из наиболее доступных качественных методов является метод бумажных дисков, которым вы будете работать на практическом занятии. Методика заключается в следующем. Культуру бактерий засевают на поверхность мяса пептонного агара сплошным газоном. Затем стерильным пинцетом накладывают на поверхность засеянного агара диски, пропитанные раствором определенного антибиотика. Расстояние между дисками и краем чашки должно быть не менее 15 миллиметров. Чашки переворачивают вверх дном, инкубируют в термостате 18 часов при 37 градусах. На втором этапе проводится учет результатов. Для этого нужна миллиметровая линейка. Измеряется зона задержки роста. С помощью линейки измеряется диаметр этой зоны. Вот на чашке Петри посеяны антибиотики. И здесь вы видите 7 дисков, вокруг которых зеленым обозначены зоны задержки. Для некоторых антибиотиков они больше, для некоторых антибиотиков меньше, а около 2 дисков зоны задержки вообще отсутствуют. Если диаметр меньше 10 миллиметров, то штамм считается устойчивым. Если диаметр 11-15 миллиметров, то штамм малоустойчивый. И если он больше 25 миллиметров, то штамм высоко чувствительный.